Вечер добрый всем, кто смотрит РГВК Дагестан. В эфире авторская программа «Точка зрения» и с вами я, Улубий Арбалатов. И сегодня у меня поселенческая точка зрения. На прошедшей 18 января сессии Дагестанского парламента был рассмотрен резонансный законопроект Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Отмечу сразу, что сессия проходила не как обычно в последний четверг месяца, а досрочно. Так как уже 19 января в Государственную Думу нужно было направить результат рассмотрения этого закона. Со своей стороны ряд блогеров, журналистов, общественных деятелей приняли в штыки этот документ. Многие просто не доверяют всему, что исходит из недр Государственной Думы. Были и очень эмоциональные высказывания в социальных сетях. Конечно, сидя дома на диване можно писать посты, мол, депутаты слабаки, они не львы и даже не тигры. Но не сомневаюсь, что оказавшись на их месте, они вели себя бы точно так. Нужно понимать, что закон федеральный и рассмотрение его в регионах носит, по сути, формальный характер. В основном, чтобы учесть какую-то местную специфику. Вот, например, татарстанские депутаты делали все возможное, чтобы сохранить должность президента Татарстана. Но даже у них, несмотря на значительно большие лоббистские возможности, ничего не вышло. В стране будет один президент. И это правильно. В целом же, с моей точки зрения, этот документ носит мобилизационный характер. Он укрепляет вертикаль власти, президент, глава субъекта, глава муниципалитета. Повышается ответственность ниже стоящего уровня власти перед вышестоящим. Точно так же, как президент может лишить власти главу региона за утрату доверия, аналогичные полномочия получает и глава региона по отношению к мэрам городов и главам администрации районов. Будем смотреть теперь, повысит ли это исполнительскую дисциплину. Что касается низового звена местного самоуправления, а именно глав поселений, то их заменят территориальные отделы районной администрации на местах, а именно в селах. Как пояснили на сессии, массовых сокращений не планируется. Но то, что количество чиновников на селе уменьшится, это однозначно. Иначе какая это оптимизация? Кстати, именно это вызвало недовольство, думаю, инициированное нынешними главами сел, которые, естественно, не хотят терять власть, даже столь малую. Но вся эта игра на публику не стоит свеч. Несколько штатных единиц в сельсовете никак не решают проблему занятости населения. Здесь нужны совсем иные подходы. Меня лично радует другое в этом законопроекте, а именно то, что выборы депутатов районных собраний будут проходить теперь напрямую, в отличие от нынешнего, очень спорного способа формирования собраний депутатов, когда глава мог подбирать их под себя. В законопроекте предлагаются и три способа избрания главы муниципалитета. Но с моей точки зрения основным будет такой, когда глава региона представляет депутатам 2-3 кандидатуры на выбор. Можно, конечно, выбирать мэров городов всенародно, и это будет демократично. А вот выбирать так глав районов, особенно со смешанным национальным населением, будет, скажем так, нежелательно. Я бы даже сказал, рискованно. Завершение немного об истории. Еще в 90-х годах прошлого столетия Россия ратифицировала европейскую хартию местного самоуправления. Кстати, мы и Конституцию тогда принимали по западным лекалам. И казалось, все там демократично и пойдет на пользу народу. Не вышло, однако. Не зря, видно, существует поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. Ну и наоборот. Не все, что подходит Европе, подходит России. Все-таки мы евразийская страна. И да, законопроект дагестанскими депутатами был поддержан конституционным большинством. Ну а у меня на сегодня все. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова